Здравствуйте! Меня зовут Светлана Антонова Замирнова. Я учитель-билография детского сада номер 39. Представляю вам свой мастер-класс «Сказки-подсказки». Для кого сказка? А в чем подсказка? Сказки для детей, подсказки для родителей. Существует множество форм работы детского сада с семьей. Мы используем «Сказки-подсказки» на лектории «Будем говорить правильно» для заинтересованных родителей. Цель лектории – оказание консультативно-металлической помощи учителями-логопедами родителям, которые желают помочь своим детям обладать правильной и красивой речью. Занятие лектории проходит в виде сказки или сказочной истории, где сказочный герой помогает детям красиво и правильно научиться говорить, а родителей обучают методам и приемам развития детской речи. Процесс подготовки и проведения занятий лектории строится по следующей схеме. Первый шаг. Учителями-логопедами подбираются теоретические материалы, подсказки. Для работы с родителями пишется сказка, подбираются сказочные атрибуты, подготавливается раздаточный материал для продуктивной деятельности. Кроме того, мы изготавливаем буклеты или буклеты, с которыми вы можете ознакомиться, так, в помощь родителя. Второй шаг. Это проведение непосредственно занятий лектории. Там она проходит в две части. Первая часть – теоретическая подсказка для родителей. Она проходит без детей, только для родителей. И вторая часть – родители вместе с детьми – интерактивное проигрывание сказки. И третий шаг – это представление продукта деятельности, который дети изготовили вместе с родителями непосредственно в ходе проведения занятий лектории. А сейчас я вас приглашаю в нашу сказку, где мы со сказочным героем знакомимся с методами и приемами развития физиологического и речевого дыхания. Я приглашаю четыре человека. Так как у нас в лектории дети и родители, мы сейчас посетимимся. Вы у нас будете ребенком, вы – родители. Вы давайте будете родителям, вы – ребятам. Замомнимся, где дети. Итак. Итак. Сегодня мы будем играть в сказку. Здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Пьяк. Я тут узнал, что здесь собрались дети и родители, которые очень любят играть. Я тоже очень люблю играть. Но я так спешу, так спешу, что даже запыхался. Сейчас восстановлю дыхание и буду вам все рассказывать. И игре показывать. Давайте мы вместе скрепим, получимся правильно дышать и поможем его снать дыхание. Вдыхаем через носик. Выдыхаем плавно, протяжно через спаль. Щечки не надуваем, плечи не опустим, не поднимаем. И контролируем животик. Живете, чтобы воздух у вас животик опустился. Готовы? Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Мамочки, пожалуйста, проконтролируйте своих детей, чтобы их плечики не поднимались. Живот не выдывается. Вдох носиком. Выдох. Вдох носиком. Выдох. Какие молодцы. Я вам тоже отдохну. Вы с нами дыхание и могу вам рассказать свою историю. А история моя не простая, а игровая. А это значит, что мне нужно не только ее рассказывать, а игры вам показывать. А вам не просто слушать, а в игры играть и их запоминать. Готовы со мной заиграть? Да. Замечательно. Моя история такая. В прошлого воскресенье я с мамой и с папой ходила в детский сад. В городской сад. А вы давно были в городском саду? Нет. Да, не было здесь. Ой, а в этот раз там было так интересно, так интересно. Посмотрите, возле самого входа стоял фокусник. Клоун, который каждому, кто надует шарик, его дарит. А вы имеете в виду шарики? Попробуйте. Если вы его надуете, он вам тоже подарит. Носим дыхать. Щечки. Щечки не надуваем. Вот шарики надуваем. Молодцы. Я тоже надул шарик. И мне его подарили. Я взял шарик и пошел дальше. Пойдем. А дальше возле грузили. Посмотрите. Стоял фокусник. И играл с кусочком ваты. Да так интересно играл, что он кружился, как парашют. Разбирайте кусочки. И я вам покажу, как с кусочком ваты оказался парашютом. Фокусник волос и на нос. Хостячок. Прям и... Вот такой парашют у нас полетел. Вверх. Язычок вверх. Вот, кружился. А потом мы решили добавить. И подойдем к скамейке. Пойдем. Игрой. Подошли к скамейке. А там, посмотрите, что у нас оказалось. Сундук. Хотите его открыть и посмотреть, что там. Давайте, открывайте. Вот. Что там такое? Веревочка. А там различные фигурки, с которыми тоже можно играть. Можно? Да, конечно. Так. Нужно? А как с ними играть? А с ними тоже можно. Опять фигурку мы располагаем на уровне выдоха. Выдох у нас плавный, протяжный. Носиком вдыхай. И выдыхай. Плавно. Долго. Вдохнули и выдохнули. Так. Молодцы. Проверяем, что у нас плечики у нас, чтобы не поднимались. И щетки не надувались. Я так играл, так играл с этими фигурками, что потерял свое перышко. Ветерок его унес, унес, и полетело оно. Покажите мне, как ветерок мое перышко унес. Мы положим перышко на ладошку. И подой покажем, как ветерок у нас уносит. Вот так перышки на теле. А вы хотите попробовать? Давайте, а то засиделись уже. Молодцы. Я решила посмотреть. Куда же не делал мое перышко? Побежал по дорожке. И прибежал к павильону. Где трудились мастера игрушек. Они изготавливали вот такие вот шуршунчики, с которыми тоже можно играть. Хотите изготовить такую игрушку? Присаживайтесь. Опять же, мама с ребенком была. Рядышком. Мама у нас помогает. Инструкции есть, как у вас изготовить? Мамы деткам объяснят. И помогут изготовить шуршунчики. А пока наши детки и родители трудятся в мастерской игрушек, мы с вами тоже поиграем. Ну давайте, первая моя любимая игра. Вдохнем правильно? И на одном выдохе произнесем звук А. Долго и протяжно. Попробуем. Носик отдохнули. Вот как можно долго тренироваться и заканчивать. Я предлагаю следующий круг. Посмотрите, пожалуйста, на экран. Перед вами три картинки. Зазовите их, произнесите их по очереди. Вот тоже на одном выдохне. Вдохнули и произнесём. Дом, сумка, арбуз. Дом, сумка, арбуз, книга, юла. И вдохнули. Дом, сумка, арбуз, книга, юла, мяч. Beerон продолжает. Дом, сумка, арбуз, книга, юла, мяч, собака, яблоко. А еще что, на одном выводе? Дом, сумка, арбуз, книга, юла, мяч, собака, яблоко, часы. Замечательно. Вот так мы тоже тренируемся. Итак, я с мамой с вами прикажу. А теперь то же самое задание, только с предложениями. Так, нули? Утром выпал снег. Утром выпал пушистый снег. Сегодня утром выпал пушистый снег. Сегодня рано утром выпал пушистый снег. Сегодня рано утром выпал мягкий пушистый снег. Замечательно. Уважаемые коллеги, обратите, пожалуйста, внимание. Последнее предложение у нас рассчитано на возраст 6-7 лет. То есть дошкольник уже может на одном выдохе произнести целую фразу. Но если не может, мы к этому как бы лукопедрить стремимся и воспитательно развиваем дыхание. Убрить всего дыхание. Так, а у нас работа уже закончена. Покажите нашим зрителям, какие шевшончики у вас получились. Вот такие замечательные шевшончики. Как с ними можно играть? Тоже носим, вдохнули и выдохнули. Мама, следим, чтобы дыхание у нас щелочки не надували. Вдохнули. Молодцы. А после мастерской мы устали и пошли в кафе. А там нам подавали напитки с трубочками. Вот такими трубочками нам подавали. А вы знаете, что иногда с напитками тоже можно играть? И в это можно попробовать. Но только аккуратно. Носим, вдохнули и выдохнули. Вот как интересно у нас получилось. Такие пузыри у нас с умными появились. Мы отдохнули в кафе и пошли дальше. Пойдемте. И пришли мы в киозге и продавали мыльные пузыри. А вы бегаете пускать мыльные пузыри? Да, я хочу. Замечательно. Держите, когда мы пришли. Так, да, в каузге продавали мыльные пузыри. Так, давайте пропускаем мыльные пузыри. Опять же, так выпускаем. Да, она умер. Да, бешка? Дыхаем носком. Выдыхаем. И давайте кверху попустим, чтобы они полетели у нас вверх. Высоко. И летят у нас пузыри. Высоко и низко. Далеко полетели. И близко. Большие пузыри. И маленькие. Разноцветные. Радужные. Летят они. Летят у нас. И садятся. На дождь. На дорожке. И на скамейке. В парк. Вот такая история была у меня с мамой. Понравилась моя моя история? А, и понравились? Да. Замечательно. Ну как? Все хорошее. Имеет свойство заканчивается. И мне с вами пора прощаться. До свидания. До свидания. Я вам предлагаю с мыльными пузырями не расставаться. А еще запустить мыльные пузыри. Если вам мастер-класс понравился, вы знаете, пожалуйста. Если вам мастер-класс понравился, вам понравились игры, которые показали, опустите ваши пузыри на радужную скамейку. Синяя скамейка. Для тех, кому мастер-класс нужно обдумать, где эти игрушки применять и каус применять. Но а белая скамейка, для тех, кто не понял, зачем вызывать речевое и физиологическое дыхание. Хорошо? Давайте пройдемся. И посадим мыльные пузыри, которые у нас не полетят. Посадим. Попинам. Спасибо вам большое. Спасибо. Пожалуйста, вопросы, коллеги.